Добрый день всем! Сегодня я хочу ответить на вопросы некоторых моих подписчиков, которые задавали вопрос касательно двигателя. Многих интересует двигатель, его надежность, его практичность, экономичность и так далее и тому подобное. Итак, честно говоря, я поюзал в интернете специально, поискал отзывы от не только казахстанских и российских владельцев карнивалов, но в целом английские, англоязычные сайты. И, честно говоря, именно про двигатель отзывов практически я не нашел. Было пару отрицательных отзывов, но это про бензиновые версии, и то касались экономичности. То бишь, бензиновые двигателя очень много потребляют бензина. Про дизельный двигатель отзывов я вообще не нашел, только положительные, как бы без проблем. До сих пор кто за все время эксплуатации, никаких проблем, по крайней мере, с дизельными двигателями у людей не возникало. Допустим, сегодня вот 17 градусов мороза, у меня спрашивали, как заводится в холод, в мороз. Заводится так же, как и летом. В принципе, с автозапуска я заметил, что запуск производится чуть дольше, больше паузы. Ну, это от настроек зависит. У меня установщики, они поставили больше паузу на именно накал свечи накаливания. То есть, я даже со стороны наблюдал, загорается свеча накаливания, она определенное время прогревает рабочий объем цилиндров, и потом уже через некоторое время, через секунд пять, наверное, происходит только запуск. А так, с ключа, ну, от пушстара, от кнопки, в принципе, сажусь, сразу ее нажимаю, происходит запуск мгновенный, что морозы, что летом. В принципе, никакой разницы я, честно, не заметил. Даже по звуку двигателя никакой разницы не чувствуется. Как летом работает двигатель, так и зимой. Ну, говоря о двигателе, это сердце любого автомобиля. Еще раз напомню, я в первых своих выпусках рассказывал про двигатель. Двигатель на моем дизельном карнивальчике, объемом, если быть точным, 2,199 литра. Ну, грубо говоря, все обозначают 2,2 литра. Турбо-дизель, то есть с турбо-наглетателем воздуха. Двигатель рядный, 4-цилиндровый. 16-клапанный, по 4 клапана на каждый цилиндр. Мощность двигателя 202 лошадиной силы. И крутящий момент 441 ньютон-метр. Экологический класс Евро-5. Степень сжатия 16.0. Система впрыска Common Rail, про нее я тоже говорил. Это разработка инженеров фирмы Bosch. То есть это прямой впрыск от ТНВД непосредственно в рабочий объем через форсунки. Говоря о двигателе, в принципе, сам агрегат очень надежный. По крайней мере, отзывов я в интернете плохих не нашел. Буду отталкиваться только от своего, как говорится, опыта. Владею уже этим автомобилем больше полугода. По двигателю вообще нареканий никаких нет. Насколько я знаю, двигатель вполне надежный. Тут система привода ГРМ цепная. То есть тут уже не ремень ГРМ, а цепь, что гораздо надежнее. И, следовательно, ресурс у цепи гораздо выше. Ну, опять же, при правильной эксплуатации. Двигатель дизельный. В принципе, как и все дизеля, как и все двигателя, любят своевременную замену масла, фильтров. Дизель, тем более, периодичность замены почаще, чем у бензиновых. Желательно при 5-6 тысячах заливать именно масло по каталогу, по допускам. Смотреть, не экономить. Любой мотор, особенно дизельный, он любит уход. Любит свежее масло. Особенно для турбированных двигателей. Сам мотор довольно-таки живучий, надежный. Скорее всего, я из своего опыта отталкиваюсь. Были в свое время у меня дизельные автомобили. Внедорожник Toyota Surf у меня был когда-то давным-давно. Но с трехлитровым двигателем, турбодизелем 1КЗ. Очень хороший двигатель. Ну, а еще Mitsubishi Pajero у меня был. 2.8 турбодизель. В принципе, ездил тоже на летней солярке. Проблем не возникало. Но с турбинками, конечно, на тех машинах пришлось мне, особенно с сельфом, я сам лично отдавал на восстановление турбину. Хотя машины, конечно, были с 95-го года, кажется. Уже и пробег был там существенный. Поэтому там время пришло турбинку обслуживать. В принципе, все турбины восстанавливаются. Но каков их ресурс после восстановления, тоже неизвестно. Поэтому желательно свою заводскую родную турбину продлить ей срок службы. Турбина продлевается, многие, наверное, знают, установкой турботаймера. Но, честно скажу, когда я устанавливал здесь сигнализацию с DSM, Starline A90, основной причиной установки сигнализации был именно турботаймер. Установка турботаймера. Потому что у меня с прошлого остался вот такой осадок от турбодвигателей, именно по турбине. Я в первую очередь боялся угробить турбину на своем автомобиле. Поэтому сразу же установщикам сказал, у меня турботаймер сразу установите, чтобы, не дай бог, турбинка у меня подольше прожила. Установщики мне сразу сказали, что данный автомобиль Kia Carnival Южнокорейский, именно третьего поколения, особо не нуждается в установке турботаймера. Я, честно говоря, задумался, не поверил. Меня убеждали, что здесь стоит уже современная турбина, которой не грозит уже вот этот перегрев, избыточное давление и тому подобные минусы предыдущих турбин. Ну, как бы я подумал-подумал, как бы, так, ребята вроде серьезные, я их давно знаю, как бы обманывать не должны, и смысла им, когда к ним клиент пришел, обманывать. Наоборот, у них интерес был, по идее, установить турботаймер. Ну ладно, я установил все-таки сигнализацию, турботаймер устанавливать не стали мы программировать. Хотя, как инженер, вообще, первая моя специальность, первый мой диплом о высшем образовании, это инженер-механик. Я закончил университет, и по специальности первое мое высшее образование, это инженер-механик. Я с детства любил технику, возился с отцом в гараже. И как технарь, я понимал, что что-то здесь не так. Имея представление о турбине, поскольку я ее говорю уже, раньше и снимал, и я давал на ремонт, знаю, в принципе, ее работы, и все. Я знал, что просто так турбина не может сбрасывать давление или охлаждаться, если сразу же ее остановить после длительной поездки, особенно на высоких оборотах. Поэтому я, как бы, осознавая это, не поддался, конечно, на установку, но все равно у меня, как бы, внутри где-то сидит тревога, и я всегда, перед тем, как заглушить автомобиль, пару минут все равно посижу по привычке. Ну, любой из нас, пока подъезжаю во двор, паркуюсь, пока то и сё, проходит определенное время, за это время даже турбина уже на какую-то часть охлаждается. В принципе, труботаймер я устанавливать не стал, но здесь есть и плюсы, потому что, установив труботаймер, при любом запуске, даже непродолжительном, установленный, допустим, тут если 5 минут поставит установщик, то просто отогнав машину на 10 метров вперед и заглушив ее, ваша машина будет 5 минут работать, тарабанить в холостую. Где-то что-то там надо будет завести, проверить, заглушить. Резко надо будет где-то заехать в помещение, резко надо заглушить машину. Вам тоже придется 5 минут слушать, как она будет тарабанить. То есть, на тех, у меня на серфе, на Паджиро, там стоял турботаймер, я помню это. Конечно, это было не совсем удобно. Сейчас, допустим, я даже подъезжаю к дому, обязательно светофоры, стоишь пару минут на светофоре, подъезжаешь, паркуешься, пока то и сё. Это все время и проходит, и, в принципе, турбина уже к моменту моей уже остановки, она уже, в принципе, охлаждена. Поэтому стараюсь сам ориентироваться уже по тому, как я проехал, в каком цикле я ехал до этого. Если я проехал буквально пару кварталов, там, и обороты сильно не поднимал, я редко, когда, я не помню, чтобы я выше 2000 оборотов поднимал. Поэтому, если проехал незначительно, то можно глушить, в принципе, сразу. Ничего в этом нет. А если, конечно, я с трассы, и, там, на больших оборотах длительное время ездил, то, ну, обычно с трассы приезжаешь, где-то, там, пока семью выгрузил, пока багажник, пока то и сё, те же самые пять минут проходят. Потом глушишь, закрываешь машину и заходишь. Поэтому, насчет этого, насчет турботаймера. Сам принцип работы турбонагнетателя, наверное, вам известен. То есть, сам турбонагнетатель расположен сразу после выпускного коллектора. При высоких оборотах коллектор, вы знаете, нагревается до красна. Сама турбина нагревается до 800-900 градусов Цельсия. То есть, при холостых оборотах, в среднем, температура в районе 100 градусов Цельсия. При высоких оборотах 800-900. То есть, такой нагрев турбины резкий происходит. И охлаждение, чтобы охладить эту турбину, основным, так скажем, охладителем является масло моторное, которое проходит через каналы турбонагнетателя, и сам воздух. Воздух, забираемый через воздушный фильтр, он проходит через турбину и частично тоже охлаждает.